Сегодня многие горожане замерзли и потратили время на бесплодное ожидание на трамвайных остановках. На перекрестке Карла Маркса-Грязнова остановилось движение электротранспорта. О том, что произошло, а также об уборке улиц от снега и антитеррористической безопасности Магнитогорска, говорили сегодня на очередном аппаратном совещании в городской администрации. Галина Смирнова продолжит тему. Пучина. Вот что произошло сегодня в 8 утра на юности. Вода, попавшая под плиты, которыми замыщены трамвайные пути, замерзла, расширилась и подняла перекрытие в трех местах. На такую вспучившуюся плиту и наскочил трамвай, двигавшийся по Грязнова в сторону южного перехода, и застрял, остановив движение электротранспорта. Едущий следом, трамвай исполнил роль тягача и попытался стащить застрявший вагон с плиты. На данный момент трамвайное движение на перекрестке практически восстановлено. Подрядчики, укладывавшие плиты, в течение всего дня ремонтировали полотно. Еще одна тема, которую обсуждали сегодня на аппаратном – уборка городских улиц от снега. Заместитель главы города Олег Грищенко, который вел совещание в отсутствии Виталия Бахметьева, несколько раз попытался добиться от представителя дорожного специализированного учреждения, почему так плохо чистятся дороги. Однако в ответ получил лишь сухие факты. Будет куплено 175 тонн соли, 3 тонны песка, уже приобретены скребки и лопаты. Ноябрь только начался, а мы уже полтора-полуторамесячную норму осадков получили в город. Выпало. Прошу усилить работу, не сбавлять темпа в этом отношении. И привести в соответствие с нормативами и с ГОСТами все дороги. Также Олег Грищенко рассказал о совещании у губернатора Челябинской области, где шла речь об антитеррористической безопасности Уральского региона. Сейчас муниципалитеты и силовые структуры вплотную занимаются этим вопросом. В Магнитоборске также усилены меры по охране города от террористической угрозы. В общественном транспорте звуковым предупреждением, оповещением звуковой листовки информационной, это должно быть все забытые вещи в транспорте или не в транспорте, там жил в фондах. Я уже вижу и мне докладываю диспетчеру. Часто там происходят такие моменты. Вчера буквально забыли женскую сумочку, сразу же выезжает бригада, смотрят, определяют, докладывают. Ситуация вся должна быть под контролем. Места с пребыванием, массовым пребыванием людей тоже должны быть защищены. Все мероприятия должны быть известны нам, понятны. Мы должны мониторить ситуацию. Неожиданности не должно быть. Бдительность и осторожность – те самые качества, подчеркнул Грищенко, которые должны в это время пробудиться и усилиться у каждого из нас. Галина Смирнова, Аркадий Стариков, телекомпания ТВН.